Итак, вызов принят! С вами Белолушка Константин, преподаватель физики. Я взял с собой сегодня книгу замечательного математика и популяризатора науки Владимира Арнольда. Книга посвящена тому, как было написано великое произведение Ньютона, математическое начало натуральной философии. И называется она так, Гюгенс, Барова, Ньютон и Гук. Действительно, произведение Ньютона было написано в ходе длительных плодотворных обсуждений с выдающимися умами Европы того времени. Хочу отметить, что ученые 18 века называли себя натурфилософами. То есть они не отделяли изучение окружающей природы от познания ее как творения Бога, в отличие от схоластов, которые пытались познать Бога через Писание. Итак, давайте попробуем погрузиться в мир 18 века, как это происходило. Глава называется Ньютон и Гук. Имя Ньютона и его огромные заслуги и перед математикой, и перед физикой всем хорошо известно. Он родился в 1642 году в год смерти Галилея, а умер в 1727 году. Работы Ньютона в области теории тяготения стали знаменитой в континентальной Европе благодаря Вольтеру, который в последние годы жизни Ньютона посетил Англию и распропагандировал закон всемирного тяготения, произведший на него большое впечатление. Вольтер же поведал миру и о знаменитом яблоке, о котором ему рассказала племянница Ньютона Катерина Бартон. Роберт Гук, старший современник Ньютона, известен гораздо меньше. Он родился в 1635 году, а умер в 1703. Гук был небогатым человеком и начал свою деятельность в качестве ассистента у Бойля, который теперь всем известен благодаря открытому Гукам закону Бойля-Мариотта, то есть, попросту говоря, лаборантам. Впоследствии Гук стал работать в только что образованном королевском обществе, то есть Английской академии наук, в должности куратора. Обязанности куратора королевского общества были весьма нелегкими. Согласно контракту, он должен был на каждом заседании общества, они происходили еженедельно, кроме времени летних каникул, демонстрировать три или четыре опыта, доказывающих новые законы природы. На посту куратора Гук находился в течение 40 лет, и все это время тщательнейшим образом исполнял свои обязанности. Разумеется, в контракт не входило условие, что все демонстрированные законы должны быть изобретены им самим. Ему разрешалось читать книги, переписываться с другими учеными, интересоваться их открытиями. Требовалось только проверять, справедливы ли их утверждения, и убеждать членов королевского общества в том, что такой закон надежно установлен. Для этого необходимо было этот закон экспериментально доказать, продемонстрировав соответствующий опыт. В этом и состоялась служебная деятельность Гука. Гук по обязанностям интересовался всеми естественными научными открытиями других, но и самому ему тоже приходилось делать открытия. К концу жизни их насчитывалось 500. Надо сказать, что эти столь многочисленные открытия Гука составляют основу современной науки. Очень многие из них более или менее параллельно были открыты другими учеными, поэтому очень часто сейчас законы, открытые Гуком, известны, но приписываются другим людям. В итоге закон упругости, что сила пропорциональна удлинению, носит имя Гука, а остальные его открытия носят другие имена. Гук, например, открыл клеточную структуру растений. Он усовершенствовал микроскоп и первым наблюдал, что растения состоят из клеток. Он разглядывал в микроскоп различные предметы и все, что видел, зарисовывал. Ясно, что, глядя в микроскоп на новые вещи, он немедленно делал новые открытия. Гук сам лично гравировал картины, которые видел в микроскоп, и даже издал на основе книгу «Микрография», оприведшую позднее Левенгука к его знаменитым биологическим открытиям. В Тимирина легко было совершать фундаментальные открытия, и все их понемногу и совершали. Гюйгенс, к примеру, усовершенствовал телескоп, посмотрел на Сатурн и открыл его кольца, а Гук обнаружил красное пятно на Юпитере. Тогда открытия не были необычными событиями, они регистрировались, не патентовались, как сейчас, они были чем-то совершенно повседневным. Так дело обстояло не только в области естествознания. Математические открытия в то время сыпались тоже, как из рога изобилия. Но у Гука никогда не было достаточно времени, чтобы остановиться на каком-нибудь целом открытии и подробно его развить, так как на следующей неделе ему нужно было демонстрировать новые законы. Поэтому при всем многообразии достижений Гука, его открытия выглядели несколько незавершенными, и иногда он в спешке делал утверждения, которые не мог аккуратно и строго математически обосновать. Одним из открытий, на которые Гук претендовал, было открытие волновой природы света. Что свет — это волны, примерно до района с Гуком утверждал также и Гюйгенс. Гук в своих выводах основывался на изучении цветов тонких пленок. Он считал, что интерференцию света в мыльных пленках доказывает его волновую природу. В связи с этим Гук впервые столкнулся с Ньютоном. Ньютон тоже занимался проблемой света. Он разложил белый свет на радужные составляющие, определил цвета солнечного спектра и заложил тем самым основы современной спектроскопии, науке в значительной степени волновой. Тем не менее, Ньютон придерживался другой теории и считал, что свет состоит из движущихся частиц. Звук — это волны, потому что звук может огибать препятствие. Его можно слышать, даже если источник скрыт за холмом. Так что холм по существу не является препятствием для звука, а свет препятствий не огибает, и за холма его не увидишь. Какие же это волны? Итак, между Ньютоном и Гуком возникли разногласия. Может быть, их удалось бы обойти, если бы не обтягчающие обстоятельства. Ньютон жил в Кембридже, а Гук — в Лондоне. И переписку они вели в основном через секретаря королевского общества Альденбурга. Характер у Альденбурга был, судя по всему, не очень хороший, и большое удовольствие ему доставляло сталкивать людей между собой. В результате и вследствие различия взглядов на природу света отношения между Ньютоном и Гуком совершенно испортились. Но через некоторое время Альденбург умер, мы еще к нему вернемся. А и Гук написала Ньютону примирительное письмо. Вот с этого письма от 24 ноября 1679 года и начинается «Сущность и история закона всемирного тяготения». Смысл примирительного письма Гука Ньютону — предложение совместной работы. Гук признает замечательные достижения Ньютона и предлагает совместно обсуждать и экспериментально проверять всевозможные идеи и теории. Гук предлагает Ньютону, в частности, высказать свои соображения о нескольких своих гипотезах и обещает не обижаться на критику с тем, чтобы, забросив старые раздоры, совместно взяться за исследование природы. В этом же письме Гук сообщает Ньютону о последних физических и математических новостях. Одна из новостей — это поступившая из континентальной Европы очередная теория планетных движений. Согласно этой теории, считалось, что в космосе постоянно бушуют вихри, и увлекающие за собой планеты поддерживают их и заставляют вследствие этого вращаться вокруг Солнца. Другая теория — это гипотеза Гука о притяжении. В этом письме он не говорит о ней подробно, а только спрашивает, что думает Ньютон об этой гипотезе. Еще одна гипотеза Гука — это закон колебания упругих тел. Ньютон ответил очень быстро, через 4 дня. Это замечательное письмо Ньютона начинается с признания, что он распрощался с философией и давно уже занимается другими делами. По-видимому, сказывается возраст. Ньютону уже 37 лет, а это тот возраст, когда заниматься математикой для философии вообще становится затруднительно. «Я ничего не слышал, — пишет Ньютон, — о ваших гипотезах о движении планет, несомненно, хорошо известных ученому миру. Моя страсть к философии утихла, и я думаю о ней не больше, чем торговец о чужой торговле или крестьянин обучения». Словом, философия в то время называли все точные науки в целом. Физика тогда называлась натуральной философией, а другие дела, о которых пишет Ньютон, заключались, судя по всему, в увлечениях алхимии. Ее, по-видимому, к философии не причисляло, хотя цель этой науки состояла в отыскании философского камня. У Ньютона была большая химическая, ну, если угодно сказать, алхимическая лаборатория, и он, интенсивно проработав в возрасте 20-30 лет в области математики и физики, и сделав там действительно очень много, теперь занимался в основном получением золота. Он собирал в большом количестве алхимические рецепты, сохранившиеся еще с Средневековья, и намеревался изготовить золото в соответствии с содержащимся в них указаниями. Усилия, затраченные им на это, значительно превосходили те, что пошли на создание его математических и физических работ, но ни к какому полезному результату они не привели. Сам Ньютон, правда, в этом порой не был уверен. Рассказывает, что в его китрядах, китрадях, а он подробнейшим образом записывал свои опыты, встречается запись, в которой после подробного описания произведенных действий так сообщается о результате. Вонь ужасная, видимо, близок к цели. Я приглашаю всех участвовать в научных течениях онлайн. И сейчас я вызов бросаю программисту Евгению Кузнецову. Евгению Кузнецову. Евгению Кузнецову.